Привет-привет, дорогие друзья! Добро пожаловать на мой канал. Меня зовут Татьяна Климова, и это Спросите у Татьяны. Видео, где я отвечаю на ваши вопросы о грамматике и лексике русского языка. Комментируйте, лайкайте, и если у вас есть вопросы, пишите, конечно. Как у вас дела? У меня всё хорошо, много работы. Сейчас я делаю курс онлайн-встреч о глаголах движения. Это очень много времени, но тоже очень интересно. И, как обычно, подкасты, видео, статьи, русская дача. Очень много новых дачников сейчас. Хорошо, сегодня у нас опять интересная тема, как каждый раз. Это какая разница между словами здание, дом и корпус. Здание, дом, корпус. Может быть, вы видели, если вы писали адрес в России или когда вы гуляли в России по улицам, да, вы видели иногда слово здание, иногда корпус и тоже русские говорят дом. Какая разница? Хорошо. Здание, здание, это не обязательно для жизни. Это не обязательно, чтобы там жить. Например, на Красной площади, да, Кремль, это здание. Больница, это здание. Школа, это здание. То есть здание, это не обязательно, чтобы жить. Например, если вы идёте по улице, вы видите какой-то интересный архитектурный объект, и вы можете сказать, что это за интересное здание. За здесь это как вопрос. Что это за интересное здание? Вот. Дом, дом, это чтобы жить. Это место, чтобы жить. Но интересная вещь, то, что в английском house, во французском maison, да, это обычно индивидуальное, это для одной семьи. Но в русском мы можем сказать дом, и индивидуальный дом, и большой дом, где, например, 10 этажей. То есть, да, иногда, когда, например, вам дают адрес, и вам говорят, когда ты выходишь из метро, мой дом второй справа, например. Это не значит, что это индивидуальный дом, да, это может быть большой дом. Но тогда как сказать по-русски, когда у нас индивидуальный дом, когда это только наш дом? Тогда мы говорим свой дом. Например, мы живём в своём доме. У нас свой дом. То есть, это значит, индивидуальный наш. Мы живём в своём доме. Но если мы не говорим свой дом, то это может быть и 10 этажей, да, и 20 этажей. Вот. Хорошо. Хорошо. И, да, иногда, когда, я не знаю почему, но, может быть, когда в Советском Союзе была программа, программа строить много домов, строить кварталы быстро-быстро-быстро. И часто это был как комплекс, комплекс домов. И тогда, если, например, это комплекс, то у всего комплекса может быть один номер дома. Например, это может быть адрес, площадь революции, площадь революции 45, например. И это будет много-много домов. Например, 6 домов. Это очень часто в России. Площадь революции, адрес 1 и 6 домов. И тогда, как нам сказать, где мы живём? Мы можем сказать корпус 4. То есть, это будет другой ещё дом номер 4. То есть, площадь революции 40, площадь революции 40, площадь революции 40, площадь революции 40. Корпус 1, корпус 2, корпус 3, корпус 4. Такая система. Я надеюсь, что это не слишком трудно понять. Дом – это место, где люди живут. Может быть, и индивидуальный дом, и не индивидуальный. Но, если вы хотите, чтобы люди поняли, что там живёт только ваша семья или только вы, мы говорим «свой дом». Я живу в своём доме. И корпус – это такой немного советский термин, чтобы сказать часть ансамбля, часть комплекса. Я надеюсь, что вы поняли. Пожалуйста, практикуйте. Пишите примеры. Например, вы можете сказать «в моей стране люди живут обычно в своём доме». Или, например, «напротив моего дома есть красивое здание». И так далее. Спасибо, что смотрите, слушайте. Будьте здоровы. До скорого. Пока-пока.